Вместе с Советским Союзом кануло в небытие и много довольно неплохих традиций. К таким бесспорно относится и комплекс ГТО. Готов к труду и обороне. В 2007 году это движение было решено возродить. Дополнительный импульс оно получило благодаря Олимпиаде в Сочи в 2013 году. Указ президента Российской Федерации постановил, что в действие комплекс вводится с 1 сентября 2014 года. Начиная с этой даты, сдача норм ГТО проходит во многих учебных заведениях, в том числе и в Ленинском районе. Отношения к этому комплексу мы узнали у жителей города Видное. Раньше я сдавала, когда была молодая, а сейчас, ну вообще-то хорошо. Надо вести это, чтобы хоть спортом каким-то занимались дети. Если в школах введут норму ГТО, это, конечно, улучшит их физическое состояние. Будет лучше, я считаю, что это правильно. Мужик должен в армии служить, а чтобы служить в армии, что там за здоровье? Правильно? Правильно. Будут детки наши отлынивать, всякие справки, родители скажут, ребенок не готов, все такое. Это надо ГТО, надо. Детейшек надо развивать. Я сдавала, например, нормы по этому баскетболу. Несмотря на свой невысокий рост, ну, занимала места. Это стимулирует молодежь. Мы сами с ребенком постоянно там занимаемся спортом по возможности. А многие идут служить-то. Его хоть научатся сама подержать. Хорошо. Если здоровый ребенок, только нужно хорошо обследовать, чтобы не навредить ребенку. Я не знаю, как сейчас молодежь. Сейчас все в интернете сидят. Внучка будет у меня сдавать, да, внучка? Как пойдет в школу. Вот, видите, все. Как видно, отношение взрослых к этой затее неоднозначно. Но, что отметили все респонденты, вреда от того, что дети будут сдавать нормы ГТО нет. Только польза. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.